Hello everybody, I'm a student, hello friends. Ну, сегодня день большого человека, разведчика, да, чекиста. 20 число, видите, ну, стабильность не ахти какая, двоечка, но идёт на спад. Завтра, завтра наш любимый день, нулевая стабильность, да, проверять будем. Ну, сегодня, видите, в ближайшей дикте касса перестала выбивать спиртное. То есть невозможно было отметить, как следует должным образом день чекиста. Ну, может быть, это связано с тем, что общий страх вот этого правления чекистов, когда оно всё пронизало, всё общество, но всё равно страх, что-то бояться, всё время что-то бояться. От страха захручивают гайки. Но не в этом дело. Мы уже знаем этот чекизм. История, как говорится, съела все эти овечьи шкуры с раба Божьего Жердинского, который, как Каин у нас теперь, потому что сестру убил, брата приговорил к расстрелу. Брат какой-то там энтомолог каких-то был, изучал, ни при чём было. Просто замечание ему сделал, что ты, говорит, дурак, коммунист. В плохом смысле. Коммунист, марксист, но не ленинец. Вот таким образом. И дальше всё эти вот, как вот эту лубянку можно определять? По перебежчикам, правильно? Уровень перебежчиков очень низкий. Вот эти вот жерновые, которые во Франции. Вот это генерал СВР, да, соплями двигает. Здесь вот каждый раз они тоже перебежал куда-то. Дальше кто это? Вот швец, ежнец, на дуде игрец. Ну это, ну, потом раньше были какие? Пеньковский, это в части войны. Потом, ну вот какие были диссиденты у Ивана Грузова, да, князь Курбский. Ну, это образуется человек, переписку с, вёл переписку с самим Иван Грозов из Литвы. Когда уже он понял, что Иван Грозов-то мал, крышей поехал, кукухой съехал. И он тоже уехал в Литву, спрятался от него. От его, как говорится, ну как, от неадекватного поведения, да. А что бывает, естественно, когда, ну, под этим делом, да плюс наркотик. Плюс вот этот вот, тяжёлый металл, в основном тяжёлый металл, там свинец и всё такое прочее. Но вот, ну всё равно уровень, Курбский, это князь, да, и какие сейчас перебежчики. Вот, всякие вот эти вот там, генерал там же, тоже много, Буковский, там Пеньковский. Уровень гораздо ниже. Это же, и это говорит о том, что контора завяла, то есть она уже не пользуется таким авторитетом сказочным, как её надули сказочки наши борозаписцы, которые ещё по указу Чичерина там, и вот это вот там министр был культуры. Это важный человек, который много языков знал. Когда, значит, призыв был героизировать вот этот процесс революции, героизировать и приписать сказочные черты всем участникам вот этого движения. Ну, кстати говоря, это было сделано неплохо, потому что дальше они же перешли по колене, там, Арженикизов, да сейчас дед Арженикизов. Этот внук Молотова, он тоже где-то сидит, он на тёплом месте сидит, греет тёплое место и так далее, и так далее. То есть приемшись с поколений, и сейчас она продолжается, чекисты, вот этот Патрушев, там два сыночка продолжает, вот Борников тоже два сыночка продолжает на тёплых местечках, все сидят. Ну, как бы круговорот вот этого чекизма продолжается. Ну, Жердинский, как говорится, создал себе внуков, правнуков и так далее, и тому подобное. То есть отсюда делается вывод, что сущность управления не сменилась, просто сменилась, как говорится, внешний вид, и даже фардиология-то осталась та же, как мы видим по вот этим ультиматумам Кирзовых запок. Да, и ультиматум Кирзовых я могу назвать. Вот когда наши вот эти товарищи, Мидовские, Лубянские, они направили сейчас ультиматум этому старому пар-гюнту, да, пар-гюнту, американскому ультиматуму. Мол, ты нас не займай сюда, к нам не приближайся, куда ты лезешь со своими ракетами сюда, вот, в Украину, на Восточный СССР. А ну-ка давай восстанови это статус-кво, как было при СССР, из всех республик, Восточной Европы, всех вывезти, ракеты, то есть ультиматум. И вот этот ультиматум о чем говорит? Сзади-то кто подпитывает? Ротшильды. Ротшильды где сидят? В основном в Англии, во Франции, в Германии, правильно? Ну и в США, конечно, естественно, США, да еще и сейчас в Китае. Они очень хорошо поддерживают коммунистический Китай и хранят там свое золотишко. То есть вот это вот огромные, значит, денежные мешки, они действуют. Сценарий-то у них, а режиссер-то один и тот же, он полтора века назад как написал план вот эту программу, ну, сядь сийских мудрецов, так она и выполняется вот до сих пор. И никак мы не придем к единым мировым правителям. Хотя вот претендентов очень много на этом правителе было. Там и Гитлер, и начинай с Гитлера. И кончая, вот сейчас вот у нас почти уже созревало, если бы, как говорится, крыша не съехала у нашего, то он бы... Ну, это, видимо, влияние вот Лукашенко, потому что это патологический человек, а это дело передается тоже. Вирус тоже, идиотизм, он же очень сильно распространяется. Как тогда у Гитлера вот появился этот вирус идиотизма, им заразили все, вот даже вот здесь, которые в России начали с ним дружить. И вот эти вот Розенберги так и стали ему писать, это все, приехали они отсюда. Вот таким образом, то есть заразная болезнь фашизма, ну, как мы давно уже об этом говорили, у нас были на это определение современного. Почему? Оно неизбежно должно идти, потому что этот денежный мешок работает, он катится. Сначала марксизм прокатил до Китая, до Северной Кореи, до Кореи, а сейчас катит фашизм против марксизма. Оно сначала прокатили троцкизм вот этот вот через нас, да? Троцкизм уже... А троцкизм? Троцкизм это лепший друг фашизма. А мы об этом знаем прекрасно, да? Как агитировал троцкизм за фашизм, за что получил дорогу по Кумблу от Сталина. Вот таким образом. Ну, между прочим, у Сталина и Троцкого общее что-то есть. То есть Сталин пользовался вот этой теорией казармон-коммунизма, она, как говорится, у Сталина была вот уже, как говорится, партитура написана. Она, партитура сработала бы, если бы он тоже не съехал Кукухой под конец. Вот дело врачей там, Кузнецовское дело, Ленинградское и так далее уже. И плюс вот этих хотел тоже выкорчевать своих этих друзей, рептилоидов, которые его окружили все, как мы видели, когда рассматривали вот это все политбюро. Так вот, значит, этот чекизм, ну что, он чем кончается? Он же ведь чем у нас, куда выразился? Чекизм – это контроль, ЧК, ЧК-контроль по-английски, да? Вот всеобщий контроль, то есть все люди должны быть под контролем и вовремя пресекаться все, кто нарушает вот эти вот законы, которые написаны законы. И определение вышестоящих органов. То есть стадо должно управляться четко, а вот это, у овец должны вот эти псы, значит, гулажные, гулагерные псы, они должны охранять. И с метелками, кто со швабром, неважно, какими методами, но должно выполняться законы, должно выполняться. Вот таким образом, и сейчас мы видим, опять цикл истории произошел, и тогда вот пахнуло Трельпентропа, да, да, оно же тайный сговор был по разделу вот этих восточно-европейских стран, и тайный сговор, значит, Мюнхенский сговор был Гитлера с Англией, когда Англия дала контроль, ну, Англия, опять же, Рошаде, контроль Гитлера захватывая все страны Европы. Только в Англию не лезть, ну, они, видишь, и в Англию начали лезть. Ну, это, как говорится, уже съехали, да, уже собака начала кусать хозяина, за что и получила. Вот таким образом, ну, здесь тоже самое, сценарий тоже самое, даже казарменный, ну, фашизм фактически установится вот тут, и плюс это мировой еще охват через масонов, вот это масон распространение болезней, ковид, это мы видели 10 протокол сиротских мудрецов, тоже параллельно действует, ну, кто подкладка, то фашизм чья? Это сионизм. Сионизм – это подкладка фашизма у любого фашизма, хоть сионофашизма, хоть германского фашизма, в общем, все это сионофашизм, то, что мы называем фашизмом. Нету национального фашизма, он есть только сионофашизм, другой марки нету. А все остальные, как говорится, это для пропаганды, что там какой-то германский фашизм, английский, русский фашизм – это все сказки. На самом деле, вот как был сегодня фашизм, так он и стал. Он просто проявился в одной стране, в Германии, потом дальше он перерастает уже сюда, на эту вот благотатную почву, после предательства КПСС, вот этого Зюганова, да, когда и до него, до Зюганова еще Хрущев предал, потому что он дружбу с Китаем порвал, он порвал это все с Китаем и все такое прочее. То есть не нашли неправильный ленинский курс, не вышли, хотя хотел выйти на ленинские принципы, но ничего не получилось. Ну вот, Андропов уже вообще скровенно наплевал на эти ленинские принципы, и уже начал строить тоже этот казарный коммунизм, пропуска, арестовывать, кто там в Москву ездит за этим, за колбасой за вкусной, начальников, они любили в командировку в Москву. Если у тебя командировки нету, то тебя забирали и, как говорится, понижали в должности. Хватали любого каждого и проверяли, на каком-то основании в Москве, там гуляешь вообще по городу, почему ты не на работе. Это уже близко к современной системе, когда вот эта вот изоляция у нас, да, почему ты не дома, почему ты не на помойке и не в ближайшем магазине. Вот, и почему ты там, это самое, именно вот вакцину, ни таблетку, ни какую-то ничего, а почему ты вакцину не примил, эту вакцину, да, прививку, как говорится, прививку. Почему ты не дерево, почему ты не дуб, да, вот таким образом. Почему ты не привитый. Ну, это уже близко уже к фашизму идет, а Австрия-то, она ближе к Европе, поэтому там зараза-то больше, и они уже решения принимают более крутые. То есть огромные штрафы, у кого нету того. Италия тоже это фашистская страна, она испокон веку была под фашистами. Поэтому там тоже драконовские меры, и в Лондоне пока еще не решаются, но уже близко, вот ввели чрезвычайное положение. Вот таким образом. Ну, одновременно, видите, вот она, чекизм, он не принимает никаких мер по защите населения от этих болезней. То есть вот это вот, как она у нас называется, безопасность, как она, Совет Безопасности, да, возглавляем это президентом, а секретарь является Патрушев. Вот он тоже никакого, то есть, если Пауэлл еще от пробирки тряс и пугал общественность американской, смотрите, Ирак, что делать, видите, я пробирку нашел, а там химическое оружие. Они делают в Ираке это оружие. Надо разбомбить их лаборатории. Пошли войной на этот Ирак и разбомбили эти лаборатории. Ну, то, что там не производили, ведь это Пауэлл там об этом не знал, вот сейчас, как говорится, упокой его душу. Но он стоял на страже, правильно? Видно было, что человек проявлял рвение. Здесь никакого рвения мы не видим. То есть, мы не видим даже определения, как вот они, не указали никто персом, вот это с Лубянской площади, не указали. Вот лаборатория, в ней производится, значит, вот этот, китайская лаборатория, мы знаем, да? А где другие лаборатории? Где они еще-то? Почему с Южной Африки пришло вот этот омикрон? Кто изготавляет? В каких странах? То есть, получается, то, что мы скрываем от народа, который конституцией является власть, является народ, источник власти, да, народ. И вот наш слуга, вот этот верный пес Санчо Пансо, вооруженосица, вот этот Лубянский, он скрывает от нас источники возникновения вот этих заболеваний. Масонские, по сути, источники. Масонские. Он на них не указывает. То есть, он скурнился, правильно, и поэтому сейчас вот этого Бортникова от швецата отличить нельзя, потому что оба предателя. То есть, они не выполняют. Тот откровенно, правда, ушел, а этот, находясь здесь, производит вражескую работу, он скрывает, ну, не выполняет свои обязанности. Это тоже, это равносильно предательству, даже еще хуже. Потому что предательство-то откровенно ясно убежал, и все это швец или журнал. А тут сидит и ни хрена не делает. Только вот деньги детям там делят. И все такое, по банкам их расставят. Вот таким образом. То есть, сущность, она, почему? Потому что капитализм тоже заразный вирус. Капитализм вот очень заразный. И редко кто попадется, вот, когда ему наживу вот эту вот повесят, за капитализм, перелисты крупные, наживу рыбку, редко кто не схватит, правильно? И мы видели, что очень редко кто не хватал эту капиталистическую наживку. И даже когда становятся, допустим, важным величином, вводят тебя в клуб, ты какой-то там был подворотный человек, занимался каратэ. А потом тебе раз сразу миллион дают долларов. И дают еще кормушку, что ты богатый человек можешь быть. Редко кто откажется. Ну, с другой стороны, там еще такой вариант есть, что если ты отказался, то тебе могут вместо этого, как говорят, серебряную пулю отлить. Вот таким образом. Это сложное политическое и, как говорится, художественно-политическое мероприятие, вот этот вот капитализм. Ну, а социализм, он же по рождению тоже был, он родился среди вот этих капиталистов, ну, более образованных, которые иллюминаты себе считали, да. А иллюминаты, это что, вот шведский сейчас иллюминат говорит, знаний силы есть такой канал. Он в Швеции сидит, он наш какой-то профессор. И он говорит, что вот там все в свете, все масоны. Ну, там никакого нет ни сварщика, ни машиниста, никакого. Но там все руководители, все только масоны, которые на руководящих постах стоят. Ну, и он был тоже в этих масонах, потом он ушел, ему оказалось там скучно. И говорит, что самое основное, о чем говорил, говорит, эти масоны, чтобы сделать как можно больше пользы для людей. И вот они, говорит, вешают такую карту, и на карте нарисовано, кто еще не привитый, вот в этой стране, вот, не привитый. Ах, и они сразу начинают сбрасываться. Ну, а что там, по 50 тысяч долларов сбросятся, они такие богатые, говорят, там что жуть, а жуть насколько богатая. Вот сразу выписан чек на 50 тысяч, и благотворительность этого них, чтобы привить какую-то недопривитую вот эту африканскую страну. То есть гуманисты, вот, резко гуманисты, как говорится, медведь тоже был гуманист, когда он мужику муху бил, муху бил на лбу, да. Говорит, что-то мужик возмущается, что же у тебя муха сидела, и он ему полбу саданул, как следует, да. Это называется ложная попечка. Ну, это масонство уже, оно же иллюминаторно, нас просвещает. Но они не просвещают, как они вот этот вирус делают, где они его делают, и они это не показывают никто. И наша не разведка, не контрразведка, не гру, не это. Где эта пробирка-то, которая должен трясти вот этот наш Пауэлл, как говорится, да. Пауэлл это у нас кто? Шойгу, да. А Шойгу должен трясти этой пробиркой. Вот она лаборатория, вот тут. Давайте-ка мы на неё вот эту, как она там, ракету-то, стилет, который там 25 махов дает, туда садануть как раз по этой лаборатории, точно, вот. Чтобы её не было, эта лаборатория, вот таким образом. Ну, или где вот эти вот у нас диверсионные службы, да? Какие диверсионные службы уже были? Это же, какие операции проворачивали? Вот взять тому, что взрыв на Бостонском, взрыв на Бостонском марафоне, где там они бегают в Америке. Это в 13-м году было, не так далеко, 8 лет назад, да. Ну, здесь вот где-то, где мы читали, что взорвался микро... Вот эта лаборатория вируса, где изготавливали. Где взорвалось, где там у них, ну, что-то случилось, где их там отключили от чего-то, вот этих сотрудников лаборатории. И вот, если Израиль был заинтересован в уничтожении, значит, ядерной программы Ирана, так вот сколько там иранских учёных набили? Откровенно они не скрывали, что это они убили всех этих профессоров, которые связаны были с ядерной программой иранской. То здесь мы не видим таких успехов на Лубянской площади. Хотя, в принципе, это самый главный... И так же мы не видим, что Израиль похвастался таким же успехами, как в борьбе с ядерной программой и в борьбе с ковидом. Потому что вот он лаборатории всех уничтожал, которые везут заразу в Израиль. Ну, видимо, там все в теме, получается, что они все в теме. Вот в это уже в мировом правительстве присягнули. И вот это ВОЗ, уже готовы они ВОЗ, вот этот навоз поставить над собой, управляйте нами, а мы тут будем ресурсы продавать в России, и дал делить вот эти вот среди детей, деток и так далее. Это Патрушев, Путиных, там детей. У Путиных тоже детей. Там до хрена. И дочки, и сыночки, и все. Чего там говорят? И всех надо расставить. Всем надо дать хороший кусок. Ну, там кусок хороший взят. Там триллион лежит. Ну, кто этот триллион отнял-то? Никто. У Каддафи отняли, а здесь никто не отнял. У Каддафи отняли и передали его правительству этого же самого Леви. Вот таким образом. Фегин тут есть такой. А у Фегина часто выступают разные товарищи. И вот один товарищ, заметьте, по фамилии Пиантковский. Это тоже старый Пергюн. Старый Пергюн. Вот таким образом. Он недавно выдал, буквально вчера, что ли, следующую информативу, что боссонский марафон был подготовлен значит, нашими спецслужбами. Так же, как у Бистов Кенди. Мы про Бистов Кенди говорили в прошлом ролике. Сюда действительно мы показали, что там был заинтересован некто Шелепин. И на него и семичастного это все дело падало. Значит, боссонский марафон. Тоже надо посмотреть. Мы же все время Пифагор проверяем. И он такие результаты, он такой плодовитый. Это не то, что наши вот мандаринщики из южных стран, от которых мандарины хороших не дождешься. А Китай бросили. Они газ получают, а мандарин-то вот там вот. Ни одного мандарина из Китая мы не видели. А все остальные там зараженные чем-то. Там какой-то это, Египет, Эфиопия, там все зараженные. Вот таким образом. Так же и тут. Мы не видим такой плодовитости от других течений, как вот Пифагор нам дает фрукты целые, как говорится, не зараженные. Вот мы смотрим взрыв в боссонском марафоне. Это два взрыва было, но расстояние там несколько секунд. Братья Царнаевы. Ясное дело, да? Вот оно вот, 15-е. Видите число-то? Опять 15-е. Это из бездны, хаос. Из бездны пришел. Таким образом. Генеральский день. Вон-то интуиция, и все тут. Ну, святости, конечно, никакой нет. Это понятно. Плюс мезонтропия полная. Ну и вот, значит, этот вот пергон американский, пианковский, грешит на Путина. Он предупреждал, говорит, два раза предупреждал. Он как предупреждал. А потом этот Царнаев выехал сюда для подготовки к диверсионной, к этой деятельности, как взрывчаткой пользоваться. И вот у Путина-то, если он, да, 7-го, 10-го, 50-го, видите, пять штук. О, совпадение. А тут три, то есть тоже в теме. Если 7-го, 10-го, 52-го. Вот Патрушев. Хотя он звонил этому Патрушеву, но Патрушев это ни при чем был, потому что передали по назначению заказ на Бортникова. А Бортников, видите, у него тоже 15-й день рождения. Видите, как интересно. 15-го, 11-го, а здесь 15-го, 4-го. Вот таким образом за полгода. И здесь 4, и тут 4. И смежно мне 4, и там, и 15-го 4. Ну, не хотелось бы этому врагу народа, Пятковскому, этому старому Пиргюнту верить, но Пифагор показывает. Вот таким образом. То есть, видите, ну, может быть, конкретно они не знали, что на Бостоне взорвут. Они его просто обучали работе с этой зорчаткой, а здесь обучили где-то в южной стране. И опять туда направили этого царнавика. Кстати, этот царнавик-то один жив, вот с братьями. Одного убили сразу на месте, он бежал, а второго-то сидит, можно на детекторе уже там его прокатать, как следует вот, и показать. Ну, та же история, что вот с Кеннеди и так далее. Только для чего это было все сделано? Для того, чтобы показать, что вот мы уже предупреждали, видите? А вот что получилось. То есть, надо нас слушать. И там действительно такая была буча в газете, что, ой, надо же работать. И поэтому после этого наши все получили дорогу туда, вот все вот руководители. Бортников, потом вот это, вот это, СВР, ГРУ, и все поехали туда. И все начали делиться опытом и совместную безопасность, разрабатывать совместную безопасность. Но мы не видим их результатов по ковиду, мы не видим. Мы не видим ни, как говорится, зорных лабораторий, вот этих микро, которые заразу выпускают. Мы не видим ни убитых этих ученых, к чему призывал нас кто? Герман Стерлинг. Он сказал, ученых надо убивать. Вот таких ученых, которые вирусы распространяют, вот эти вирусы. Наверное, он был прав. Может быть, как говорится, но, увы, мы работаем не на государство, мы работаем на собственный карман. На карман вот этого, что такое ФСБ? Это финансовая система Бортникова. Что-то понятно, все это прозрачно. Да, правильно, да? Так же, как и игру хорошо расшифровывается. И СБР тоже. Вот таким образом. Значит, мы видим, что Пифагор все-таки показывает на наше, каким-то образом бросает свет. Вот, говорит, бросил тень. А он бросает у нас, Пифагором, бросает только свет. На наших вот этих, ничего не делающих людей, которые умеют только трепаться. И вот сейчас, 23-го, будет очередной художественный свист, будет большой художественный свист. Мы послушаем, тоже поржем, как следует. Вот таким образом. Ну, и что касается ультиматума, еще хотел сказать. Ультиматум в Керзоне, да? Керзона. Ну, Керзона был ультиматум, мы знаем. Когда мы говорили про историю дипломатии, вот этих, периода возрождения, начала фашизма, вот этого, да? С 28-го года до 39-го года, до начала, собственно, Второй мировой войны, до шлюсов вот этих вот, все это мы рассмотрели. И закономерности тоже с Пифагором вот эти все таблички построили. И там мы говорили, что пакты, да, все это было договорной. Вот, Вторая мировая война была договорной. Ну, сейчас уже тоже, как говорится, со Сталина уже вторая овечья шкура слазит. История снимает вторую овечью шкуру и показывает, что он был оккультистом. И вот, входя вот в эту систему вот этих поперников, они, собственно, делили вот эту Европу и привели к Ялтинскому соглашению. И вот сейчас этот, тематом-то, он заключается, вторая Ялта как бы создать, вот опять распределение. Вот это будет Путину принадлежать, это Дэн Сиопину, это будет принадлежать Королеве. А что Королеве? Королеве-то Путин-то и принадлежит. Потому что именно со стороны Англии исходит сбить опять Советский Союз. Ведь это же колония, ей удобнее управлять, когда она вся единая, заедина там. И даже Польшу хотят туда включить, и опять и Финляндию, как по царскому указу, посадить царя. То есть и в границах Российской империи и будет сидеть английский вот этот царь. И это очень выгодно. Одно дело раздробливают, там рабы один куда, в лес, с другой по дрова, а тут все выстрелились и несут, туда везут на остров. Но мы говорили, что ворованным долго пользоваться нельзя, будет наказание какое-то, да? Но это в истории уже было. Также Англия там воровала, в Америке очень много наворовывало индейцев, там все испанское вот это золото они взяли и все такое прочее. И какие-то были ужасные времена, о которых пишет наш классик Диккенс, правильно? И это были последние времена, да? А потом началось опять возрождение, опять на свою блевотину Англии вернулось, опять корсары, опять возить на ворованные, уже откуда? Теперь из России, вот из России возить все, и через Роршильдов, опять же, через Роршильдов. Вот таким образом. И ультиматум тоже такой же, вот в таком же плане, как вписаться в вот эти границы, чтобы туда не замай, ракеты не завози, НАТО туда не касается. Американские интересы, там свой пёс работает, по сети свои, там две Америки по сети, но там король всех Америки оказался, испанский король, да, он король обеих Америк оказался. Ну куда-то, юридически это все оформлено, по масонской системе, никуда не денешься от глобализма. Вот таким образом. Но все равно передел какой-то есть, передел, с одной стороны, как бы дивергенция, казалось бы, да, а с другой стороны, видите, укрупнение, вот, как центр притяжения вот этой английской колонии. А для чего? Для того, чтобы туда посадить опять царя. Так же, как вот в Англию посадили германского царя, посадил кто, кстати, наш уважаемый лебедец, да? Он доказал, что вот именно вот этот курфюрс должен быть королем Англии. Ну так вот оно и получилось. И так же здесь вот тоже курфюрс, который появится, неизвестно кто, правильно? И мы должны рассмотреть дипломатию, саму вот Рябков, это всплыло, зам, зам кого? Зам унылой лошади, правильно? Рябков, значит, Сергей Алексеевич. И опять же, с точки зрения кадров, мы посмотрим, насколько вот это опущенные стали кадры по сравнению с Литвиновым. Это уже был Литвинов был, а там до Литвинов, кто еще был? А это образовывающие люди, они попали. Не только два языка знали, это 11 языков, по-моему, знал вот этот вот Чичерин, по-моему, да? Вот таким образом. И сейчас мы спустились до Рябкова. Вот это унылая лошадь, он уже матом ругается, это уже опущенный человек. Знаешь, это кто матом ругается? Только вооруженные силы, правильные силовые структуры. То есть у них это язык полууголовный. Уголовники не ругаются матом. Особенно воорозакон, они категорически, но это не будет ворозакон, если он будет опуститься до мата, правильно? А здесь у нас этот, свободно он матерится, вот этот, откровенно даже на камеру. Вот такие образы. Ну, зам у него вот этот Рябков. Кто он был в детстве, Рябков? У него родители-то были медики. Значит, и отец был какой-то военный медик, а мать была медсестра. А что-то в таком духе. И в детстве он, значит, мечтал кем быть? Машинистом паровоза. Постой паровоз, не чтобы эти колеса, да? Кондуктор нажми на тормоза. Или сварщиком хотел быть. Почему? Потому что люди хорошо платили. Машинистом паровозов и сварщиком. Вот таким образом. И потом он почему-то, когда у него пубертатный период настал, 12 лет, он потянулся в дворец пионеров, там кружок был международных связей какой-то такой, типа такого, международной дружбы, как говорится. И он так влез, а с 12 лет он по этой стадии пошел-пошел, ну, предал свою детскую мечту и вот пошел дипломат. И что из него получилось? Вот текст, ну, все смеются уже над этим текстом, почитайте, тут есть в интернете. Я даже читать не хотел, потому что, как рассказали почти, когда мне это было достаточно, потому что я не хотел, когда много смеешься, тоже может нехорошо, много ржать, как я ржу иногда. Вот таким образом. Ну, текст Грозный, конечно, все, и чуть ли не сроки данные, вот такого срока, и ничего не менять, это вам не меню в ресторане, а все, принять все и подписать, вот тут подписать, в этом месте. Вот таким образом, видимо, они почуяли слабость вот этого Байдуна, за что-то они его взяли, за какое-то заднепроходное или переднепроходное отверстие. Вот, они его взяли и держат, даже держат так, что весь Конгресс против Байдуна сейчас возмутился, так же, как против Трампа, который тоже, как говорится, на весь передок был приварен к Москве, да, сваркой вот этой, да, вот таким образом. Посмотрим, что за сварщик. Вот у нас сварщик Рябков, Сергей Алексеевич, заммит, большая величина, вот, советик в первой категории, 8-го, 7-го, 60-го. Ну, вот он к своему, видите, 61-летию, видимо, создал такую. Вот такая матрица у него, если он 8-го. Ну, здесь у него и духовность большая, все, матрица была бы хорошая, 8-ка есть. Ну, у него 24-4, он святой был бы, да, но нет, он машинист. Вот машинист, 9-е, 7-е, 60-е, он после вечерней был, или в ходе вечерней рожден. Вот это его матрица, он любит награды, любит похвастаться, чтобы его похвалили. И вот он свой доклад этот, ультиматум, он так хвалил сам, что никто так не хвалил. И шестерка мизантропия, это на нем написано, и юморок у него есть, он на лице, он написан, юморок. И здесь уже 0,4-х святость, да. Вот как может отличаться, как надо строго соблюдать время переменной дат по Пифагору. Что говорит нам, это год-то какой, 60-е-то крыса, да, рад. А вот эта вот крыса, про нее же писал наш президент, уважаемый, дорогой, всеми любимый. Он говорил, что если крыша загнанная в угол, она кидается. Вот так же, говорит, и мы. И вот вы видели, как оно материализуется, слова президента, да, и все больше подтверждаются слова председателя, да. И вот крысу выпустили на Запад. Она, как говорится, готова уже, укусила Байдена за заднюю часть, и там пришлось операцию делать, отрезать эту крысу от заднего прохода. Вот таким вот характер, несмотря вот на то, что благотушен так выглядит, когда интервью, вот эти посмотришь на Ютьюбе, его интервью, этого Рябкова. Ну, вроде благотушен человек, такой мягкий, но нет, он все время настороже, все время, как говорится, напряженный и нехороший у него внутренний составляющий. Вот, машинисты это, да, во-первых, агрессивность. Ну, это видно было, да, по всему поведению он очень агрессивно себя вел с этим пактом. Создатель неразберихи. Понятно тут, какая разбериха, когда тут таким путем вопрос ставится. Из всех путей выбирает самое трудное. То есть он выбрал самое трудное. Ему надо в сварщике, в машинист. Здесь бы он, ну, у него конструктив-то, видите, плюс пять. Он так эту бумагу сам составил, что, ну, вот так вот, смотрите, что я создал, написал. Ну, действительно, исторический документ, это ультиматум Кирзовых сапог. Вот таким образом. Что еще у него тут какие наклонности есть? Расточительность. Ну, он накопитель и расточитель одновременно. То есть он все, что накопит, он все расточит. Успешен в дипломатии. Ну, вот он, да, рванулся в дипломатии. Как раз не... Да, успех очень большой. Значит, нервозен. Беспокойный холерик. Маньяк даже. Скандалист, недоверчив. Ну, в то же время сдержан. Стремится из всего извлечь личную выгоду. Личную выгоду. Это важно, да. Там уж капитализм, ну, что такие кадры, которые вот поставляет нам. Это красивая судьба. Из друзей. Личную выгоду из кого? Из друзей. Из знакомых. Из своих и чужих денег. Из собственного очарования, в конце концов, да. Какой он, это, фотогеничный. Все используется и без удержу. Это все эксплуатируется без удержу. Игрок-гурман. Сплетник. Стремится обеспечить свою старость. Всегда думает о старости. Где-то что-то докопить надо. Гурман-пьяница. Азартный игрок. Ну, это иначе как азартный игрок. Ну, его и пустили туда, вот, как игрока. Как вот, стенка на стенку, когда дерутся, сначала выпускает какого-то шибзика там. И этот шибзик начинает орать, там вот это все. И провокачать. Ну, его сразу хлопаем по башке. И это повод для, стенка на стенку пошла. Вы чего нашего маленького-то мешаете, да? Вот таким образом. Опасность для него попасть в ловушку. Вот он попал. Расставную для него. Это вот попал в ловушку вот этой унылой лошади. Это они его подставили. И почему не Лавров лично, вот, кстати, выставил, а выпустили именно его. Вот это вот, он попался. Что там говорить? Дальше. Впереди у него тюрьма или гибель от несчастного случая. Ну, как вот этого. Чуркин. Как он? Чуркин, да? Ага. Там был, вон сидел. Тоже наш товарищ. Ну, Чуркин тоже хорошо. Вот это ультиматум кирзовых сапог мы с вами рассмотрели. А это кадровый вопрос. То есть стремление идти по пути, как в хор они пошли, вот, в опералистический хор, так и кадры вот для этого все певцы, свистуны, вот эти все они. А крысы, кстати, свистят хорошо. Они вот свистят отлично. И художественные на них свистят у крыс. Вот таким образом. Ну, что дальше время-то терять неохота. Ваше время расходовать на эти все мелочи, на всю ерунду. Хотя она не очень ерунда, она вырисовывается, вот, как говорится, конфронтацией такой. Но сейчас конфронтация, она вся запрограммирована кем? Опять же протоколы. В протоколах написано, в международных отношениях, что написано. Что никакие два государства между собой не могут договориться, если мы не будем за это ратовать. То есть не будем способствовать этому. То есть это все запрограммировано. Так же, как вирусная вот эта атака, эта пробирка Павла, это все, оно запрограммировано все заранее. И вот эти столкновения между государствами, все это отрегулировано, заранее запланировано. Так же, как и Первая мировая война, вторая. Они же были же масонов, мы видели. Они в позапрошлом веке были все, значит, эти планы трех войн. Ну вот, а третья оказалась, видите, такая гибридная, что. Ну, это еще не горячая фаза, да? А горячая фаза уже наступит после того, как пройдут все вот эти болезни. Ну, сначала столкновение по местам, вот как у нас в Украине, там, в Сирии, вот эти горячие точки везде нарисовать, Афган, там, это все, Африка, Америка, там, Южная, вот таким образом. Сначала это, а потом идут болезни, да, все расписано, уже даже в Евангелии об этом расписано заранее. А уже кто претерпеет, тот спасен будет, как говорится, да, претерпеет до конца, тот спасен будет. Поэтому желаю вам всем претерпеть до конца все эти, пока болезни эти пройдут. Ну, а горячая фаза, тут уже, как говорится, кто, как говорится, тоже случайности нет никакой, а согласно своему греху. Как вот мы будем это исповедоваться, как мы будем внутри себя правильные мысли, правильные слова, правильные поступки. Три составляющие, да, как нас вот и даже йога об этом учит, да, правильные мысли, правильные слова и правильные поступки. Вот будем к этому стремиться, ко всему доброму. И всего здоровья всем, всего хорошего, до новых встреч.